Знаете ли вы, что в нашем городе, кроме материального капитала и пособия по безработице, есть и другие льготы, о которых догадываются не все? Например, существуют меры материальной поддержки пенсионерам и на юбилей семейной жизни, помощь в кризисных ситуациях, бесплатные курсы и так далее. О том, на какие выплаты граждане могут рассчитывать, в какие инстанции для этого следует обращаться, вот об этом мы сейчас и поговорим. Да, мы приветствуем в нашей студии доцента кафедры финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидата экономических наук Ольгу Панфилову. Ольга Вячеславовна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Но этот год объявлен годом семьи, и если петербургская многодетная семья испытывает какие-то временные материальные сложности, она может обратиться в социальную защиту. Вот на какие выплаты в этом случае можно рассчитывать? Тут понятно, что, как вы сказали, годом семьи объявлен 2024 год. В соответствии с указом президента, естественно, в Санкт-Петербурге эта тема тоже развивается, и внесены изменения в закон, соответственно, в социальный кодекс, и уточнены понятия многодетной семьи, и, естественно, тоже дополнительный ряд мер предпринят для того, чтобы семьи использовали определенный комфорт. В этом ключе, если семья попадает в кризисную ситуацию, то есть у нас разграничены понятия кризисной ситуации и тяжелая ситуация. Вот что такое кризисная ситуация? Объясните, пожалуйста, чем кризис отличается от тяжелого положения? Ну, тяжелое положение, это в первую очередь, когда, ну, связано это с тяжелым материальным положением, да, то есть такие варианты, как временная нетрудоспособность, потеря работы, какие-то проблемы с ребенком в семье, да, какая-то тяжелая социальная адаптация, например, у ребенка. Естественно, в этом случае можно обратиться в органы соцподдержки, и, естественно, поддержка будет оказана. Но еще есть такое понятие, как кризисная ситуация. Это очень важно на сегодняшний день, поскольку в рамках кризисной ситуации это когда, ну, вот внезапная потеря кормильца, да, это когда пожар, произошел пожар, и семья осталась не только, там, какие-то трагедии, серьезная трагедия произошла, и семья осталась не только, там, например, без кормильца, без дохода, но еще... Без средств существования, без жилья. Да, да. Тогда, естественно, это вот как раз и трактуется как кризисная ситуация, и в этой ситуации тоже органы социальной защиты, скажем так, отрабатывают вот эти вот вопросы. Это, естественно, и срочное помощь на лекарство, да, пособие, можно рассчитывать на выплат. Они, естественно, рассматриваются отдельно по определенному, как бы, по заявлению гражданина. Значит, соответственно, определенная поддержка, ну, скажем так, если для многодетных семей существуют такие выплаты, как питание на ребенка, да, то здесь, естественно, можно предлучить определенную сумму, но у каждого ситуация своя кризисная, да, естественно, она будет рассмотрена отдельным образом, да, и органы социальной защиты, несомненно, отреагируют и обеспечат. Ну, в первую очередь, конечно, это при тяжелых ситуациях, это материальная помощь в качестве лекарств, да, если какая-то тяжелая кризисная ситуация, и дополнительные какие-то выплаты, в том числе для поддержки детей, школьников, пенсионеров и работающих граждан, которые попали в такую ситуацию, что дохода принципиально может не хватить. Какие документы нужно предоставлять и кому, чтобы получить, допустим, вот эту дотацию на лекарства, в первую очередь, и нужно ли отчитываться потом? Ну, к счастью, что касается документов, да, эти документы, ну, вот при пожаре какие могут быть документы, да, в принципе... Но на лекарства могут быть все рецепты? Да, на лекарства, конечно же, рецепты, вот, но в принципе... Какое-то заявление, все равно, что... Да, естественно, в органы социальной защиты необходимо обратиться с заявлением, однозначно, и, соответственно, ну, у нас, к счастью, есть госуслуги, к счастью, у нас есть госуслуги, огромное количество мер социальной поддержки оказывается напрямую через госуслуги, и заявление можно подать в том числе через госуслуги не только в органах социальной защиты. Вот, естественно, ну, если мы говорим вообще о многодетных семьях, да, или о каких-то, то есть необязательно о тяжелых ситуациях, то, конечно, это все зависит в том числе от прожиточного минимума и от программ, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Но получать какие-то дополнительные выплаты, льготы можно еще и по хорошим, приятным поводам, например, таким, как юбилей семейной жизни. Вот я об этом впервые слышал. Естественно, поскольку у нас год семьи, да, поскольку у нас год семьи, то, естественно, государство поощряет семейные ценности, и, естественно, в этот год семьи парам, прожившим 50, 60, 70 и 75 лет, соответственно, положено материальное поощрение, скажем так, и пары, которые прожили 50 лет, это 50 тысяч рублей, 60, 60, 70, 70 и 70, 75. Как их получить? Какой алгоритм действий? Это все можно сделать через госуслуги также и через МФЦ и через органы соцзащиты. Вопрос в том, что для этого, ну, естественно, должны быть граждане России, да, жители, проживающие в Санкт-Петербурге, и если даже кто-то еще не получил, если даже кто-то еще не получил, но уже юбилей уже прошел, да, то, в принципе, это еще можно получить с задним числом, да, до 1-го, 25-го года. За золотую свадьбу-то, а? Ольга Вячеславовна, спасибо большое, не зря жили вот все эти годы, да? Вот, действительно, не оставляйте этого просто так, узнавайте, какой, может быть, льготной категории вы принадлежите, на что имеете право.